Фаина Георгиевна Раневская – величайшая русская актриса 20 века, которую запомнили миллионы людей не только за прекрасную актёрскую игру, но и за её изречения, пропитанной житейской мудростью и ставшими крылатыми в народе. А вот такая Фаина Раневская была в молодости. Трагедия мужчин. Одни женщины не по душе, другие не по зубам, а третьи не по карману. Если женщина идёт с опущенной головой, у неё есть любовник. Если женщина идёт с гордо поднятой головой, у неё есть любовник. Если женщина держит голову прямо, у неё есть любовник. И вообще, если у женщин есть голова, то у неё есть любовник. Женщина умнее мужчин. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги? Шурчал ручей, и птички щебетали, когда любимый мой меня позвал на сену. Я думала, в Париж позвали, а оказалось, нет. На сеновал. Мораль сей басни такова. Когда тебя куда-то приглашают, не пения птиц ты слушай, а слова. Они и неприятными бывают. Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи. Семья заменяет всё. Поэтому прежде чем её завести, стоит подумать, что тебе важнее – всё или семья. Если человек тебе сделал зло, дай ему конфетку. Он тебе зло, ты ему конфетку. И так до тех пор покой этой твари не разовьётся сахарный диабет. Если больной очень хочет жить, врачи бессильны. Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая, воспитанная сволочь. Если вдруг вы стали для кого-то плохим, значит много хорошего было сделано для этого человека. На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет, а на сытый не может. Я никогда не была идеальной, начиная от внешности и заканчивая характером. Но зато я всегда была собой. Есть такие люди, которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить. Много испытал я сама, и теперь мой вывод – вот какой. Это где-то горе от ума, наши беды все – от дураков. Моразм крепчает год от года. Берёт, берёт своя природа. Жизнь своей полосы располагая, нас обмануть норовит. Светлая в миг поперёк пролетает. Чёрная вдоль очень долго бежит. Стоит глупость совершить, опыт тут как тут. Надо было не грешить, проигравших бьют. Люди – дальние потомки обезьян. Нам твердят со школы год за годом. Гены повторят любой изъян. Был горбатым предок или уродом. Целый час задумчивой тиши я гадаю перед клеткой, где приматы. Неужели в подлости души гены этих тварей виноваты? Жизненному опыту я вопрос задал. Что ж ты снова, милый мой, сильно опоздал? Когда клянёмся верности до гроба, нам не мешает взять на карандаш. Разные гробы в виду имеем оба. Вы уж верно мой, а я, конечно, ваш. Когда, витая в облаках, вы будете кружить, то не забудьте под бока соломки подстелить. Угодить родителям очень я старалась. В результате вышел толк. Бестолочь осталась. Мне стыдно жить в одной одессе с вами. Сплошной позор на весь большой привоз. Запомните, как жизнь и как здоровье мамы – приветствие. А вовсе не вопрос. Отопление подорожало. Скоро средств на него не найду. Интересно, почём дрова у чертей под котлом воду. Взятки щедро мы даём. Взятки ловко мы берём. Получается без взяток. Путь любой не будет гладок. Смерть – лучшая месть бывшего больного, неправильно лечащему его врачу. Миф о том, что женщинам нужны только деньги, придумали мужчины, у которых денег нет. Настоящий мужчина – это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет – это её муж. Есть две категории людей, которые всегда будут ненавидеть друг друга. Это мужья и холостяки. Тридцатилетний Амболтус может быть сволочью для жены, бездельником для тёщи, бездарью и лентяями для начальника. Но он всё равно солнышко для своей бабушки. Хоть красота не всем дана, но женщина – она нужна. Достаточно принарядиться, чтобы начать с собой гордиться. Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и глупыми, чтобы они могли любить мужчин. Нет полных женщин и естественной одежды. Была я краше некуда, красивее всех на свете. Блондинкой синеглазую пока была в проекте, но после дорождения я сильно изменилась, и с муглой уродиной на этот свет явилась. Увидала я в окне принц на сказочном коне, как мечтала я о нём встречи с принцем и конём. Конь хорош, и принц не хуже, даже в отражении в луже. Я окошко отворила, ему улыбку подарила. Конь немножко поскучал, принц немножко помолчал. Принцу было всё равно, вот и на моё окно он не бросил взор ни разу. И печально был финал, потому что принц, зараза, на полвека опоздал. Вот раньше были зеркала, красавиц отражали, а ныне отражение, чтоб только кони рыжали. Чтобы остаться худой, женщине надо есть перед зеркалом и обнажённой. Одни творят, другие им мешают. Те машут крыльями, а эти подрезают. Будь ты кретин или гений, всё же, за что ни возьмись, в жизни есть два направления, стрелками вверх или вниз. Художник нищим должен быть и жить на воле, а вы хотели бы творить ногами в чистом поле. Хватит жить с оглядкой на прошлое, нам вперёд устремиться пора, удалим из театра всё пошлое. Удалили, осталось дыра. На великих хотим быть похожими, с ними рядом шеренгою встать, но поскольку не все вышли рожами, равняясь, можно ровней и не стать. Объясняю кому-то, почему презерватив белого цвета, Раневская говорила, потому что белый цвет полнит. Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, о которых много, в книгу о вкусной и здоровой пище. Прекрасная актриса Фаина Раневская навсегда останется в нашей памяти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова